МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКИФ Здравствуйте! В эфире новости утра. В студии работает Светлана Тимонова. В этом выпуске вы узнаете о том, кто будет строить СКИФ, как борются с пожарами и где расскажут о трудовом подвиге новосибирцев. Но обо всем по порядку. Генеральным подрядчиком по изготовлению, поставке и запуску оборудования в Центре коллективного пользования Сибирский кольцевой источник фотонов будет Институт ядерной физики. Все конкурсные процедуры завершены. Теперь специалисты Яв будут не только производить оборудование для СКИФа сами, но и контролировать этот процесс в других институтах и научно-производственных объединениях, которые станут субподрядчиками. Напомню, ускоритель мирового уровня является флагманским проектом программы развития Академгородок 2.0. Больше 400 возгораний зафиксированы в Куйбышевском районе за последние две недели. Ситуацию усугубляет сильный ветер и отсутствие дождей. В район направлены бойцы Сибирского спасательного центра. Мои коллеги подробнее. Времени на сборы у мобильных групп районного центра гражданской защиты населения немного. В вездеходном уазе, воздуходувке, ранцевые огнетушители и спецодежда. Первый выезд в этом году пришелся на 22 апреля. Именно тогда спутник обнаружил на территории района термоточку. В этом году у нас нет ни одного возгорания изнутри населенных пунктов, чтобы переходов на населенные пункты. Все идет извне. Поля, в основном поля, поля. Также с полей идет все на леса. Страдают животные. Несколько дней назад пришлось отстаивать небольшую деревню Бурундуково. Пал сухой травы по полю стремительно приближался к населенному пункту. На борьбу с огнем вышли добровольцы и местные жители. Вовремя прибыли пожарные. Кжатский, Отрадинский сельские советы, куда часто заезжают рыбаки, стали самыми горимыми территориями. Туда были направлены полсотни бойцов Сибирского спасательного центра и семь единиц спецтехники. Ветер потом, то, что нет осадков, солнце печет и ветром все это разгоняет. То есть ветер сильный, буквально может идти пал, ветер резко поменяться и он направится в другую сторону. Этим ослежено нарушение. Я хочу искренне поблагодарить сегодня тех сотрудников МЧС, которые прибыли на нашу территорию и оказали огромную помощь и содействие в тушении пожаров. Это три дня очень такой большой работы, которая позволила нам минимизировать сегодня термоточки. Сегодня практически мы справились с этой задачей. Жителям района ежедневно напоминают об ответственности, которая может грозить за нарушение правил пожарной безопасности. Однако гораздо страшнее возможные последствия. В целях своевременного обнаружения и ликвидации данных возгораний задействованы патрульно-маневренные группы сельских советов района и администрации района. Также пожарно-спасательные подразделения района переведены в режим функционирования повышенной готовности. Резервная пожарная техника введена в боевой расчет. Сегодня утром в районе зафиксировано 23 термические точки. Это почти в два раза меньше, чем днем ранее. Оксана Тимошенко, Андрей Ребедев, Новости ОТС. 13 мая – важный день в истории нашего региона. Ровно 21 год назад президент Путин подписал указ об образовании федеральных округов. Так, в официальных документах Новосибирская область стала частью огромной территории, включающей в себя 10 субъектов. 21 год назад и Новосибирск получил статус административного центра Сибирского федерального округа и своего полномочного представителя президента. Отмечу, из всех федеральных округов в стране Сибирске занимает второе место по площади, уступая только дальневосточному. Наш округ – это 113 городов, в том числе 3 мегаполиса «Миллионника» – Новосибирск, Омск, Красноярск. На территории округа сосредоточены 85% общероссийских запасов металлов, свинца и платины, 80% угля и молебдена, 70% никеля, чуть меньше меди. Поровну по 40% золота и серебра. И почти 1,5 доли в общей протяженности железных дорог. 13 мая в 14.00 в зале заседания Ученого Совета Новосибирского государственного педагогического университета состоится презентация книги о трудовом подвиге новосибирцев в годы Великой Отечественной войны. В книгу «Новосибирск. Город трудовой доблести» вошли исторические материалы, повествующие о трудовых достижениях жителей региона. Издание выпущено ограниченным тиражом и рассказывает о том, как работала оборонная промышленность, транспорт, учреждения здравоохранения, культуры, науки и народного образования. Показан вклад жителей области в помощь фронту. Книга основана на исследованиях историков и краеведов. Включают уникальные материалы из фондов новосибирских архивов, музеев и библиотек. Презентация пройдет в рамках круглого стола «Вклад новосибирцев в победу в Великой Отечественной войне». Приложение для хоккейных болельщиков разработают в Новосибирской области. Оно поможет гостям и жителям города во время молодежного чемпионата мира 2023 года. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития региона. С помощью мобильного приложения можно будет спланировать поездку и выстроить маршрут по Новосибирску. Узнать актуальную информацию о чемпионате, расписании игр и трансляции, статистику новости и то, где и как можно будет купить билеты на матчи. Будут доступны и другие сервисы для удобства гостей города. Напомню, молодежный чемпионат мира пройдет в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023. В столице нашего региона примет 16 матчей турнира, в том числе полуфиналы, матч за третье место и финал. 24 тысячи жителей уже проголосовали за проекты общественных пространств в нашем регионе. Победители смогут воплотить в жизнь свои инициативы за счет средств федерального и областного бюджетов уже в следующем году. Сделать свой выбор может каждый гражданин России старше 14 лет на единой платформе нацпроекта формирования комфортной городской среды. Авторизировавшись через госуслуги или по номеру телефона. На сегодня в конкурсе участвуют 28 населенных пунктов области с 40 дизайн-проектами. Реализовывать они будут в течение летнего строительного сезона 2022 года. В общей сложности только федеральный бюджет выделит на эти цели около 350 миллионов рублей. Противопожарный режим в регионе продлили до 23 мая. Это значит, что сибирякам запрещено посещать леса, разводить костры и сжигать сухую траву. Штрафы за нарушения временно увеличили почти в два раза. Физическим лицам придется заплатить от 2 до 4 тысяч, должностным до 30 тысяч, а юридическим от 200 до 400. Только за минувшие выходные дни пожарные и сотрудники прокуратуры выявили больше 300 нарушений требований безопасности. С начала года выгорело уже почти 800 гектаров территорий. Пожары продолжаются до сих пор. Тушить крупные возгорания помогают добровольцы. В Новосибирской области их больше 2 тысяч. Посевная набирает обороты. За несколько погожих дней аграрии Болотнинского района засеяли около 5% от плана. Сегодня в работе ячмень и зерно-бобовые. В ближайшие дни подойдет очередь пшеницы. Сегодня еще только на гектар 20 посеяли. Третья заправка. Заправки хватает на 8 гектаров. В хозяйстве Титал работают без простоев. Все по графику. Заранее полеводы провели баронование, культивацию. В почву внесли минеральные удобрения. Теперь дело за механизаторами. Сеем, как всегда. Земля нормальная. Выехали нормально в сроки. Вот ячмень. Третий день сеем. Посевная компания в этом году задержалась. В среднем по области на две недели. К примеру, в 2020-м, в середине мая, болотницы выполнили больше половины плана. 10-15 дней мы задержались. В этом году она затянула. Снег, погода не была. Но ничего, успеем все равно вовремя. То, что посевная будет, она вовремя будет. Сделали ставку на качественные семена. Рядом с каждым полем, где работает посевной комплекс, постоянно находятся зернозаправщики. В кузове у меня элитное зерно. Ну, около 10 тонн. Уже одну заправку я сделал. Ну, там, может, еще на две заправки хватит. Урожай в хозяйстве Титал стабильно высокий. Полеводство ведется в нескольких направлениях. Выращивают пшеницу, горох, овес и ячмень. Посеяли около 600 гектаров ячмена уже. Через 2-3 дня около 1000 гектаров будем ячмень сеять. Остальные пшеницу будем. Пшеница у нас своя, семена обработаны, веяна, покрашена специально. И элитную пшеницу мы тоже закупали, и ячмень закупали тоже. К посевной 2021 года приступят 8 крупных сельхозтоваропроизводителей и 28 крестьянско-фермерских хозяйств. Вышел первый у нас кафе Ханемов, посеял в настоящий момент горох, ячмень и лен. Значит, основная масса сельхозтоваропроизводителей у нас вышла 10 и 11 мая. Ну, мы думаем, что дальше числа 12-13 уже все приступят к посеву основных культур. В районе выращивают пшеницу, овес, ячмень, рапс и лен. Площадь Сева в этом году составит более 25 тысяч гектаров. Ирина Шатрова, Андрей Новоселов, Новости ОТС. Свыше 100 тысяч учеников и педагогов Новосибирской области подключены к платформе «Сферум». Таковы последние данные от создателя электронного ресурса. Его испытывают в пилотном режиме, для чего отобрали 15 регионов России. Платформа «Сферум» создает условия для дистанционного образования, а также коммуникации школьников, педагогов и родителей. Система основана на технологиях сети ВКонтакте. Это часть цифровой образовательной среды, которая создается в соответствии с постановлением правительства РФ. И уже сейчас доступны обучающие видеоконференции. Скоро станет возможным регистрация пользователя без телефона, что важно для школьников младших классов. В детских оздоровительных лагерях этим летом не будет родительских дней. Режим пребывания ужесточили из-за угрозы распространения коронавируса. За три дня до смены все вожатые должны сдать тесты ПЦР. То же самое в случае, если кому-то из персонала придется на время покинуть лагерь. Ограничено число отдыхающих детей 75% от вместимости лагеря. Право на получение путевок будут в первую очередь иметь те родители, которые подавали заявку еще в прошлом году, когда оздоровительный сезон пришлось отменить. Кроме того, в этом году государство компенсирует половину стоимости. Человек приходит, оплачивает полную стоимость, ему автоматом в течение пяти дней, карты мира естественно, автоматом в течение пяти дней возвращается 50% стоимости. Но он должен быть зарегистрирован в карты лояльности, у него должна быть, у человека обязательно, он должен быть там отрегистрирован, какой-то там личный кабинет, наверное, у него должен быть. И только эти люди и получают скидку. Как кэшбэк по туризму работает вот эти 20%. Развитие образования, а также создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в регионе обсудили на заседании комитета законодательного собрания Новосибирской области по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике. Госпрограмма рассчитана на три года, с этого по 23. На развитие региона выделили более 370 миллиардов рублей. Сегодня финансирование предложили увеличить. На мой взгляд, также необходимо уделить большое внимание развитию службы школьной медиации. Поскольку напряжение в обществе очень высокое, в том числе, как психолог могу сказать, что это последствия ковидных ограничений, последствия длительно существующего страха за жизнь и здоровье близких, конечно, это сказалось на психологическом состоянии общества. И, безусловно, это сказалось на наших детях. Обсудили на комитете и проблему жилищных сертификатов для сирот. Их предлагают выдавать тем, кто стоит на учете более пяти лет, но все еще не получил жилье. Использовать его нужно за год, либо необходимо получить новый. При этом часто цены на недвижимость меняются слишком быстро. Мы предлагаем либо вложить какую-то индексацию на момент получения сертификата. То есть, допустим, базово, бюджетно было принято, допустим, в третьем квартале прошлого года определенная цена. Но на момент получения сертификата она может измениться. Ну, зачастую, конечно, в рост идет, да, всегда. То есть, этот коэффициент, он может быть просчитан и учтен при выдаче сертификата. 18 мая пройдет заседание рабочей группы, на котором обсудят новые предложения депутатов. Новая партия вакцины против коронавируса поступила в Новосибирскую область. Регион получил 113 тысяч доз препаратов эпивак-корона и гам-ковид-вак. На сегодняшний день в области развернуты 92 пункта вакцинации. Из них 42 в Новосибирске, еще 50 в районах области. Прививку первым компонентом сделали более 240 тысяч жителей региона. И еще почти 160 тысяч уже завершили курс вакцинации. Записаться на процедуру можно по телефонам колл-центров поликлиник на едином портале госуслуг по телефону единой регистратуры 124. В мегаполисе планируют создать новый мостовой переход в рамках проекта «Городская электричка». Сейчас идет реализация первого этапа. Рабочие возводят станцию «Пригородный простор». От нее электрички будут ходить до Новосибирска-Восточного. Прогнозируемый пассажиропоток 500 человек в день. В планах соединить станции Чик и Мочище, реконструировать пути на Чемской и Пашино, установить платформы «Нордмол», «Близкий», «Чистая Слобода» и «Клющика». Какие налоги мы платим ежедневно, а какие только раз в месяц или год? Как определить свой налоговый статус и какие выплаты полагаются добросовестным налогоплательщикам? Узнать ответы на эти вопросы и повысить уровень знаний можно поучаствовать во всероссийском диктанте. Мероприятие проводит Федеральная налоговая служба. Начиная с 17 мая и в течение двух недель все желающие могут пройти онлайн-тесты на платформе диктант «Налог.ру». На то, чтобы ответить на все вопросы, уйдет примерно один час. Предварительно необходимо оставить заявку на сайте. Все участники получат электронный сертификат. Ночь музеев новосибирцев ждут экскурсии по планетарию, новые экспозиции Краеведческого музея и необычные площадки Института археологии и этнографии. Жители области смогут поучаствовать во всероссийской акции. В Багане пройдет выставка от патефона до айфона. Там же покажут старые фотоаппараты. Присоединится к проекту Венгеровский Краеведческий музей. В Куйбышеве проведут пешеходные экскурсии по городу. Участники акции увидят спектакль о купеческой жизни, узнают историю Спасского собора. Музейный комплекс Куйбышева. Очень интересную выставку подготовил. Всем знают, что Куйбышев, его исторический центр, это фактически музей в самом городе, Каинск, город наш. То есть сам город, еще раз повторяю, фактически как музей в теплую погоду. Это очень приятно делать такие пешеходные экскурсии. В прошлом году акция прошла в онлайн формате. Прямые трансляции посмотрели около 50 тысяч человек. В этом году поучаствовать вновь можно дистанционно через официальные страницы мероприятия. Телеканал ОТС подготовил телемарафон «Ночь музея». Больше трех часов мастер-классов, экскурсий и прямых включений из разных точек города. Начинаем в 20.45. В Новосибирске сегодня стартует соревнование по спортивной гимнастике в рамках Всероссийской спартакиады молодежи. В течение четырех дней на снарядах в центре Евгения Подгорного будут состязаться представители семи сибирских регионов. Спортсмены прибыли в Новосибирск еще накануне. В соревнованиях участвуют юниоры 14-15 лет и юниорки на год младше. В программе спартакиады классические дисциплины спортивной гимнастики, выступления на коне, кольцах, перекладине и параллельных брусьях, а также опорный прыжок и вольные упражнения. Церемония открытия спартакиады молодежи состоится сегодня в центре подготовки спортивной гимнастики. Начало в 14 часов 30 минут. И на этом у меня все. Развитие событий в наших следующих выпусках. Оставайтесь с нами.